уже где-то рука уже где-то куда мы поедем голуби идите отсюда идите что нет супер натурал супер натурал может быть мы сегодня посмотрим да мы уже готовимся а в принципе нормально доброе утро я хочу кофе сначала доброе утро всем ну что через два дня мне снимают швы ну через два дня включительно послезавтра короче а как у меня это сейчас выглядит сейчас покажу синяки не прошли еще желтые есть опухоль под глазами чуть-чуть есть но уже не так страшно да уже как-то покраски не прошли чтобы у меня вчера у меня вчера немножко покрасно шов да он сегодня лучше уже не так не так краснел но я виновата сама короче они чешутся они заживают они чешутся и я по инерции ну ты когда смотришь фильм или читаж или что ты задумываешься что ты почесал хуя такая коп я не даже почесала так так тем так провела это к побежала смотри туда на все нормально было я не знаю с этими с этим связано вечером немножко покраснел шов сейчас уже как бы нормально все уже а еще если ночью несколько раз просыпалась он как заживает и видимо нитки начинает как бы не так прилегают как бы опухоль спадает соответственно нитки не зажатые вот в этой опухоли да ну как бы между двух складкой они начинают так торчать они очень щекотят такие как реснички все вокруг щекотят им короче я ночью просыпалась того что у меня рука уже где-то здесь вот то есть как бы и утром я проснулся того что я внутри глаз очистил а ты жену как бы не чувствуешь например здесь ниточка ты можешь и нам зацепить на кем короче ты во сне реально можешь почесать если у него плохо ночи по лапу что цель потом просыпал того что уже где-то рука уже где-то охоту вот открыла на мою моих захватит боролась со своими руками а так как бы все нормально мне уже ну странно смотреть все еще вверх потому что я чувствую швы они как бы там вот нитка это толще и по ощущениям так вот но так как бы уже и прямо и вниз и чуть вверх уже уже лучше смотреть как вы видите спадает немножко припухлость это немножечко вот а мы с димой сейчас решили что мы заедем за рамы и супчиками там где мы брали которые эти большие такие где лоха не вот вчера уже хотел на улице было неудобно есть поэтому может мы можем внутри у них там поесть супчики смысле вот пока машину моют в общем и хотели сашу забыть тоже взять все-таки ресторана запрещено который ну так может не у них заказали парикмахер который телек нему заехать покушать сначала согласился а потом он вспомнил это черт я не могу у них на работе там заболела коллега 1 и получается он как бы ну грубо говоря на изоляции так он типа с ней все из-за компаний не это кручен на изоляции и поэтому как бы к нему хорошему так нельзя поэтому мы купим супчик поставим под дверь все равно посты купим полы и дима хочет напомнить машину надо купить продукты на неделю чтобы я не тащила я хочу так как костика не будет еще готовить чем вкусненького такого что геморр наготовить знаете время есть и что такое что геморр например одно из блюд я хочу приготовить радиоли с кроликом радиоли с кроликом хочу приготовить но не вот такие как вот обычно просто радиоли отварные там и они там либо в масле либо в каком-то соусе я хочу мне нравится когда их подают в бульоне сверху присыпанного с ким сыром пармезан горячем бульоне вот у меня есть как раз замороженный говяжий бульон шикарный и я буду делать радиоли то есть сама буду тесто делать все это одно из блюд потом еще посмотрим что я приготовлю может быть стейки пожарю один какой-то день у нас как раз тоже два хороших стейка в морозилке валяются и да вот такие вот у меня планы ночью я вас вообще смущу наденную очки наверно вам смотрится на меня думать господи бедная женщина почему-то надо пошла но кстати мне мне уже нравится результат ну как бы понятное дело что я уже вижу те изменения которые я хотела бы то есть я вижу я на пути к тому чтобы я хотела видеть вот так вот наверно правильно сформулировать будет еще нам нужно купить елочку я думаю что мы на этой неделе купим елочку от наряжать не знаю у нас в дилема либо мы наряжаем елочку когда костик с костиком и как бы это вроде как и тогда семьей наряжаем тра-та-та все такое и вроде как может быть есть такой малюсенький шанс что пока мы будем наряжать с ним елочку он наиграет с этими игрушками потом и не будет трогать но с другой стороны без него елку проще будет и пока мы будем ржать елку и вполне вероятно что он половину этих игрушек разломает я не говорю даже что разобьет разломает и нарядить ее тоже ему нужно будет например а что будет вешать нужно будет что-то снимать либо наоборот будет вешать короче я не знаю как лучше посмотрим елку нужно купить без него потому что спокойно поедем выберем так как елочки это не жизненно необходимость по выходным не купить поэтому поедем рабочий день как-то вечером пятницу какую-то поедем так что она еще суббота постояла на балконе и воскресенье за ребенка поедем или сразу субботу я не знаю но посмотрим вот что такие пироги пироги такие все я жду кофе дима заправляет машину ну вот мы купили супчик граммин завезли саша уже мы решили что мы хотим поехать на улку на природу покушать иди отсюда идите идите не убивай их голуби нашли где кормить голубей вот и мы решили что мы попробуем доедем до моря может или возле моря покушаем если будет еще холодно пойдем в машину сейчас нам все равно припарковаться легко будет можно близко сможем ну вот я рассказал я хотел вот угадайте куда мы поедем это так закрываешь и открываешь и море ну хорошо и вот мы решили что мы хотим покушать на природе и отгадайте куда мы поедем и вот мы так ты хотел ну хотя бы здесь море мои солнечные тачки уместны ямкает на море ну вот такой вот у нас на море водит вот такого моря наслаждаются отдыхает я помню когда мы еще когда еще всяки шла мы сюда приезжали на землю к общежитиво и море было замерзше дешко рычи все такое белое неровно так все-таки песок дюны и ты идешь даже непонятно где море начинать пошли такое же бихал неровно ты понимаешь что ты идешь по море когда уже вот такие вот глыбы такие кривые какой-то год очень сильно замерзло море там большие высокие так но вы бы стояли сейчас уже такого нет еще в городе уже было тепло поехали купальник на где-то наверх где-то ну курс как бы с вами такие купальник на фотка лиснать на на литинах а здесь было леоли леоли холодно всегда подольше да ну все приятного нам аппетита и вам тоже если вы кушаете вместе с перекусили приехали поели поедем сейчас в принципе нормально может не чтобы погулять да кстати знакомый да подсказал что это сериал на netflix и обломали уже дом вот я за netflix иного какой-то сериал вышел хорошими рейтингами типа немецкого производства тьма вот мы думал может быть мы сегодня лучше смотрим ну не знаю какой-нибудь тоже там есть миссия какая-нибудь вот например то что аленка вчера-то смотрел супер натуралов у них там борьба с тьмой но скажу так называешь супер натуралов сверх естественно что что они супер натуралов так что там менеджменте по отбору актеров девушки что они персонаж на огонь ну все едем домой и мы дома короче чем мы поели сегодня дать им с тобой съездили на море дима поехал по моему машину я полежала с компрессиком на глазах вот и поехали потом купили продукты и так как мы вчера скажу всем пока а и лишь бы слинять у него все для вас он пойдет видео делать вот и так как мы вчера сухарики не приготовили сегодня мы забацаем эти сухарики и как я сказал будем какой-то сериал покажу вам баринка что купили интересно ли вам я покажу короче я купила себе леотон чтобы перестать быть желтой пандой и магний у меня закончился магний я поспью перманентно постоянно и так что мы купили на недельку это на недельку да нет не только на недельку вру это все еще и на новый год да мы уже готовимся а вы так во первых мои боги но они появились нового я очень люблю эти конфеты так что если кто то не знает что мне подарить на новом как можно подарить эти конфеты я люблю две пачки конечно я очень люблю эти конфеты и они такие вкусные мне так нравится но их одно время сняли не знаю их короче сначала они были в римчиках но мало потом в римчиках они пропали были только в стокмане потом короче я в стокмане их покупала уже там видишь покупаешь знаете из этой серии и короче потом вообще уже не стало но я на них так плотно сидела и тут я вижу что они появились мало то паскидону я сразу взяла короче это абрикосы они вымочены в роме в ликёре короче каком-то ликёре и они не в черном знаете как вот чернослив есть вымоченный в каком-то роме или великом-то ликёре потом черном шоколаде они в очень вкусном австралийском молочном нежным который просто тает во рту шоколаде а сами они такие мокренькие сочненькие не просто нам пахнут сухой какой-то какая-то сухая курага которая пахнет ликером нет они такие сочные мягкие мокренькие настолько что даже этот шоколад если не аккуратно разворачиваешь разваливается отваливается от него короче это божество и знаете что я ни с кем не поделюсь я может быть дам диме одну конфетку чтобы он положил эту тену поделиться вот или такую шоколадку почему такую еще не пробовали молочную такая толстенькая показал что вы вкусным у нас будет будут завтра стейки со спаржей кстати спаржа странно что по скидке проведение сезон и грибочки будут трюфельным трюфельном масле вот как я делала уже один раз они получились у меня вот они будут но это не все грибочки это мне еще нужно будут грибы для рвиоли из кролика так купили сметанку купили баба обычную сметану самую простую мне она понадобится для пирога для киша не буду киш тысячами делать купили хамончика у нас всегда нам нравится пожевать иногда иногда всегда иногда всегда всегда иногда нам нравится пожевать хамон я взяла еще тимьян мне вам понадобится как для стейка так и для кролика взяли мандарины мандарины просто понадобится всегда везде взяли для салатика буду делать острые крылышки куриные которые наши любимые и вот взяла для него моцарелла у меня будет помидорчик с помидорчиком моцарелла салатик не могут это у нас твердый сыр для равиоли вам понадобится наверх посыпать равиоли чки хурму хурму дима набрал так взяла себе вот такие печеньки мне показалось что они будут вкусный бисквит и с кремом кокосовым взяла это тесто слоеное слоеное тесто для киша молоко морковь сыр для киша сливки опять же для равиоли не нужно будет начинка будет очень нежная сливки запасной садрук соус я захочу сделать грибам томаты к салатику и яйца они понадобятся как для равиоли так и для киша это то что мы купили на неделю все мясо у нас козы исключением кроль 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 там он сейчас там пока придет вот это все у нас будет на неделю и мясо у нас какое-то уже в морозке мы заехали в кеш керри полупустой реально в заморозках там очень мало всяких там креветок и так далее обычно там что бывает может как раз просто привозу еще не было но мы с димой так что-то подумали а вдруг они не будут много привозить перед новым годом все закрыто с этим магазин больше как для ресторанов для ресторации так как все закрыто спрос маленький можно ничего не привезут поэтому решили что-то взять заранее на новый год что потом не обломаться вообще взяли нидии будет у нас две упаковки взяли приготовим нидии либо в классическом соусе либо каком-то сливочно-сырном посмотрим взяли каракатики я хочу и потушить с сливочным маслом и вином сливочное масло мне так понадобится для спаржи и я нашла там первый раз у нас видела я нашла кто знает узнает я очень люблю криль мясо криль это маленькая антарктическая насколько я до антарктическая креветка я у нас никогда не видела мне хорошие добрые люди как-то привозили раньше с россии я тебе легла эти баночки как зеницу ока и очень редко доставала смотрела смотрела когда было не в моготу то доела в кайф вот я взяла три баночки там как раз они появились так горчичку мы взяли горчичку у нас хорошо всегда идет горошек горошек я буду компрессить для глаз вместо льда лимонный перец это для стейка и взяли еще вот этих вот осьминожек для того чтобы я попробовала приготовить получится ли у меня так как я придумала на новый год готовить я потренируюсь на осьминожках или наоборот на этих айтика готовлю ногу и еще взяли вот для 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 кролика я конечно понимаю что столько у меня кролика много будет но я думаю либо я половину только возьму остальную оставлю заморозки либо я просто сделаю паштет из остатка того остатка и будем есть паштет ну вот как то так так что ладно буду разбирать все про покупки про кубки покупки и потом буду делать сухарики чесночные сырным соусом будем смотреть фильм все в лучших традициях пива не хватает я пошла готовить свои сухарики короче я буду их делать в духовке не хочу жарить каждую это самое поэтому в духовке вот я уже нажарил нарезала хлебушек здесь у меня масло оливковое с чесноком чили перцем острым потом я тут все перемешаю 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 посолю а тут у меня растоплю вот этот плавленый сыр и просто сыр чтобы такой тягучий соус был и когда запеку сухарики на нибудь уже готовы горячие я их перемешаю с этим соусом так чтобы они такие прям плавали в них я когда раз соплю я посмотрю сколько его будет и как раз если что у меня еще кусочек сыра и дотру туда если что еще как то так вот ну ладно будем пробовать но так скромно скажу что запах уже офигенский чесночком и хлебушком пахнет это еще не было даже в духовке пахнет очень вкусно так вот делаю этот соус и я понимаю что все отлично надо все-таки чуть сливок добавить иначе будет пригорать не будет так сильно таять как я думала чуть-чуть просто чтобы разбавить ну вот у нас получился такой соус это сейчас он очень горячий как только его выключаешь он густеет поэтому я пока его да выключу а потом что подогрею ну короче он загустеет я вот так хочу перемешать с сухарик я готова носки теплые надеты сухарики ждут тебя приятно различие между прошлым настоящего будущем не более чем иллюзия хотя и весьма кричит вышел он меня лучше макай пошло соленый аленой поджарить побольше да мне хотелось пережать я бы не за может обещать погуще на у нас не будет выше